Всем здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим такой инструмент, как золото, выраженное в долларах. Из индикаторов у меня включены, да, то есть скользящий средний, Яма-200 и Яма-50. Перед вами вот месячный график. Что здесь сразу бросается в глаза? Ну это вот пересечение, да, вот как раз золотой крест, да, то есть когда Яма-50, снизу вверх пересекает Яма-200. И мы видим, что это отличный сигнал, в результате которого пошла отработка и цена сильно выросла. Ну а если смотреть вот глобально, да, по волновому анализу, то вот с 1972 года я вижу первую волну, откатная вот эта вот вторая, очень долгосрочная, такая длинная. Далее вот с 2000-х годов вот третья волна, вот четвертая волна и вот пятая волна. Я считаю, что здесь где-то по золоту будет разворот, по крайней мере вот в текущий момент. Говорить о том, что пятая волна однозначно закончилась, тут сложно как бы об этом сказать. Но вот признаки разворота вот именно от текущих отметок, они есть, о чем я говорю. Сейчас вот увеличу немного, чтобы было лучше видно. Мне данный участок, ну вот по формации, напоминает двойную вершину. Примерно то же самое было где-то, ну, в 2013 году. И я ожидаю коррекционного движения вниз к скользящей средней ЕМА-200 на месячном, да, то есть это отметки где-то 1300-1200. И причина, я считаю, на это есть в каком плане? Что вообще вот этот инструмент золота, это отличный вообще индикатор в целом о состоянии, да, то есть, ну, мировой экономики. Так же, как и валюты, а здесь получается золото, выраженное в долларах, и можно увидеть, например, такие интересные закономерности. Вот, например, в 2015 году доллар был дорогой. Это я вот, ну, из прошлых роликов там по доллар-ублю тоже говорил об этом. И вот отметка была у золота вот, ну, минимальная, да, вот. То есть при мировом негативе золото также падает. И если смотреть, например, кризисные года, ну, или там негативные года, то вот, например, 2008 год золото падало, потом 98-й вот был очень негативный тоже вот этот, ну, там целый период тоже был. Вот, например, в России был кризис 98-го. Потом вот-вот в России тоже кризисный год был 15-й, и тоже золото на минимальных отметках было. И если смотреть вот по, вот, как раз, пятиволновому анализу, раз волна, два волна, три, четыре, пять. И здесь я ожидаю раз, два, три, четыре, пять. Прихода вот к скользящей средней. И это еще более отчетливо тоже, ну, можно посмотреть на индикаторе RSI. Вот, на месячном будем только рассматривать. Ну, вот, например, зона перепроданности от 98-й. Здесь это не зона перепроданности, вот, например, в 2008-м было, но здесь мы, получается, ушли в медвежью зону, потому что вот линия баланса в индикаторе. Ну, вот это вот считается бычьей зоной, вот это медвежьей. И вот мы, получается, ушли по индикатору в медвежью зону. Ну, и золото тогда тоже в цене падало. И вот мы были где-то вот в период, ну, там, в 15-м году, ну, там целый вот отрезок был. По индикатору также были в медвежьей зоне. Ну, здесь какая-то такая неопределенная вот пограничная зона, поэтому не буду рассматривать период. Тут уже начала цена расти золота. Ну, вот в данном случае, да, вот сейчас вот доллар в мире дорогой, а золото еще держится на вершине. И по индикатору мы еще даже вот, ну, никаким образом не пришли. Вот в эту, например, медвежью зону. Поэтому вот это вот движение по индикатору, ну, оно также будет сопровождаться, я считаю, на графике. И вот эти вот отметки 1200-1300 к скользящей средней, ну, вот это вот Яма 200-я, вот она вот эта скользяшка. Мы сюда вот придем. Ну, а дальше там, это уже более дальние перспективы, там надо смотреть вообще, что будет происходить в мировой экономике, чтобы делать какие-то однозначные выводы о дальнейшем движении цены. Потому что здесь, например, это можно потом рассматривать, как двойная вершина, такая более глобальная, в случае прихода на 1200-1300 с дальнейшей отработкой, ну, и походом дальше вниз. Либо это можно рассматривать как... Заново тоже рисование включу. Вот, например, это может быть вот такая формация. Тройная вершина. Например, придем сюда, и потом снова пойдем вверх обновлять еще раз вершину. Ну, это все, как говорится, гадание на кофейной гуще. Это как бы более дальние перспективы. Тут лучше как бы более такие короткие прогнозы делать. Потому что сейчас мы видим негатив по американскому рынку, что сырье на своих, ну, максимумах, например, вот нефть находится. Газ уже, правда, начал снижаться. Цена на газ в Америке. Ну, и в целом, я считаю, что вот это приведет как раз и к снижению золота. Поэтому был рад поделиться данной информацией. Всем пока.